Всем привет! Это Puzzle English, я Оля. Сейчас у нас ноябрь, уже совсем скоро наступит черная пятница, Black Friday. Важнейший день в году для всех шопоголиков. Признаюсь, я просто обожаю шоппинг. О покупках и обо всем, что с ними связано, мы сегодня и поговорим. Находясь в предвкушении больших покупок, я скажу. В черную пятницу я буду ходить по магазинам до упаду. Обратим внимание на выражение в примере. Ходить по магазинам до упаду. Каждые выходные моя подруга ходит по магазинам до упаду. Ее долги по кредиткам огромные. В черную пятницу всегда стоит ожидать хороших скидок. По этому поводу можно сказать. Черная пятница – это прекрасный шанс выгодно отовариться. В примере мы используем выражение Выгодно закупиться, ухватить по выгодной цене. Вот вам еще пример. Я никогда не упускаю шансов выгодно закупиться. Давно хотели научиться живому разговорному английскому языку? Вам больше не придется ждать лучшего момента для покупки, потому что в Puzzle English стартует черная пятница со скидками до 75% на курсы английского по уникальной методике, составленной командой экспертов и методистов Puzzle English. Все подробности по ссылке в описании. Ну и в завершении поговорим об итогах черной пятницы. Ох, уверена, что буду я в долгах после черной пятницы. To be in the red означает быть в долгах, уйти в минус. Причем тут красный цвет, спросите меня вы. Дело в том, что долги в бухгалтерском балансе указывались красными чернилами. Отсюда и выражение У меня задолженность по счету уже очень долгое время. А вот выражение Иметь прибыль, быть в плюсе, противоположное выражению Доходы в конторских книгах записывались, соответственно, черными чернилами. После черной пятницы в прибыли, конечно же, будут магазины. Не могу представить, в каком плюсе окажутся магазины после черной пятницы. Ну что ж, друзья, желаю вам не остаться in the red, даже если вы планируете shop till you drop. Друзья, на этом у меня все. Отличных вам покупок в черную пятницу. Это Puzzle English. Я Оля. Учите английский. Пока-пока. Продолжение следует...